В последнее время в социальных сетях, в том числе на банке.ру, должники снова стали жаловаться на коллекторов. Взыскатели угрожают, того и гляди, снова возьмутся за пресловутые утюги и паяльники. Откуда берутся такие истории? Почему банки продают наши долги недобросовестным коллекторам? И почему рынок взыскания просрочки до сих пор не регулируется государством? Чтобы ответить на эти вопросы, сначала нужно заглянуть в портфель, в розничный портфель российских банков. По данным ЦБ, в прошлом году розничный кредитный портфель российских банков вырос без малого на 40%, до 7,7 трлн рублей. При этом доля просрочки составила 313 млрд, это больше 4% от общего портфеля. Это почти на процент меньше, чем в 2011, но лишь потому, что портфель рос, а новые долги еще не успели появиться. Быстрее других в прошлом году увеличивался сегмент кредитных карт, он вырос более чем на 110%. Это подсчеты Национального бюро кредитных историй. Оценки других участников рынка скромнее, плюс 90%. Ипотечное кредитование, по мнению НБКИ, увеличилось на 49%, автокредитование на 34,5%, а кредиты наличными без малого на 55%. Как следствие, просрочка по пластику взлетела до небывалых высот. В прошлом году она подскочила на 72% против 17% в 2011. При этом непогашенные долги по другим видам кредитов росли менее активно, чем в 2011 году. Просрочка по ипотеке увеличилась на 36%, по автокредитам почти на 18%, по потребительским судам на 31%. Добавим, что бурный рост потребительского кредитования насторожил ЦБ. Регулятор готовится ужесточить требования к резервам по высокодоходным судам. Это заставило некоторые банки передавать коллекторам более свежую прострочку, в том числе от 15 дней. Все это привело к увеличению рынка коллекторских услуг. В принципе, рынок коллекторских услуг примерно растет последние два года, где-то процентов на 30%. В этом году, я думаю, что он вырастет тоже достаточно существенно, потому что в 2012 году банки значительно увеличили объем кредитования. То есть рынок вырос в среднем где-то на процентов 40%. Я думаю, что ближе к лету, или где-то летом, мы уже увидим значительный рост объема переданных портелей в коллекторские агентства, потому что это будет вызревшая просрочка 2012 года. Итак, банки по-прежнему активно передают долги коллекторам, причем как по агентской схеме, когда взыскатель действует от имени кредитора, так и по договору цессии, когда банк продает коллектору право требования долга. Ситуацию не изменило даже постановление Пленума Верховного Суда. Оно появилось по настоянию Роспотребнадзора и запрещает кредитным организациям продавать долги компаниям, не имеющим банковской лицензии. Правда, с оговоркой. Если соответствующий пункт есть в кредитном договоре и заемщик с ним согласился, продажа возможна. Иными словами, продавать долги банкам не запрещено, но такую сделку заемщик может оспорить в суде. Банки оказались в ситуации, когда продавать долги коллекторам рискованно, то есть могут предъявляться иски о расторжении этих договоров. А ведь представьте себе, каждый договор это огромный пакет, большой пакет долгов. И если это все в суд предоставлять, все это будет разбираться, это даже чисто по документу обороту сложная ситуация. Соответственно, банки вынуждены теперь работать с долгами сами. Некоторые банки действуют оригинально. Несколько раз передают одни и те же долги разным коллекторам по агентской схеме. Ряд крупных розничных банков имеет собственные компании по сбору долгов. Игроки с небольшим розничным портфелем справляются силами собственной службы безопасности. Московский индустриальный банк с коллекторским агентством в данный период времени не работает. Кроме экономических причин, мы стремимся обезопасить себя от внешних рисков. Такие риски для нас являются репутационными. Как известно, бытует мнение о том, что коллекторы это бандиты с большой дороги. Единственная функция, которая у них есть, это выбивание долгов. Соответственно, то поведение, которое коллектор может выбрать по отношению к заемщику, банком никак не может проконтролироваться. Коллекторы также могут недобросовестно относиться к самому банку. В моей практике были случаи, когда коллекторские агентства своими правами злоупотребляли. Соответственно, когда коллектор занимается взысканием долга с заемщика, он иногда присваивал себе деньги, делал различные схемы залоговым имуществом. И в связи с этим банк получал двойной ущерб. Первое – кредит не возвращен, источник взыскания отсутствует. Всему виной недостаточное регулирование коллекторского рынка. Сегодня коллекторы действуют в рамках Уголовного и Гражданского кодексов. Специального закона о коллекторах в России нет. Его законопроект уже пять лет гуляет под умским кабинетом, причем в двух вариантах. И оба они вызывают массу споров в профессиональном сообществе. Особенно горячо обсуждается положение, дающее должнику право отказаться от личного общения с коллектором. Достаточно уведомить саморегулируемую организацию, в которую входит агентство, и само агентство. Тогда коллектору придется писать должнику письма и слать смс-ки. Нет сомнений, что этой нормой воспользуются почти все должники. Но это может усложнить жизнь не только коллектору, но и самому горе-заемщику. Представьте огромные массивы долгов в работе крупнейших коллекторских агентов. Теперь наложите это на отлично работающую почту России, которая доставляет все вовремя, тщательно и хорошо. Сколько будет потерянных писем от должников коллекторским агентством СРО? Какие будут споры? То есть я думаю, там будет ситуация простая, СРО, даже получая жалобы, будет стараться замять это дело, потому что иначе у нас скоро коллекторских агентств вообще не останется, прежде всего из крупных. В законопроекции немало других, приятных для должника положений. Скажем, если банк письменно не уведомил клиента о том, что передал его долг коллектору, с погашением кредита можно повременить до выяснения всех обстоятельств. К тому же банк будет наказан за нарушение норм законодательства. Также в документе четко прописаны методы работы коллектора с должником. Запрещается звонить по ночам и сообщать о задолженности третьим лицам. Впрочем, многие агентства и так соблюдают этические нормы и работают эффективнее других. Мы очень серьезно анализировали данный вопрос, смотрели в результате чего, анализировали в результате чего должники платят, какие скрипты применялись и как был проведен диалог с тем или иным должником. И поняли о том, что на самом деле самый эффективный метод взыскания – это, конечно же, установление контакта не как с должником, а как с человеком. Вообще работа с задолженностью – это работа с проблемой. Мы не работаем с веселыми и удачными людьми. Мы работаем с людьми, которые либо временно испытывают трудности, либо серьезные трудности испытывают. И с этим нужно разбираться. Некоторые агентства пошли еще дальше. Они помогают должникам найти работу и приглашают их принять участие в розыгрыше призов. Скидки и акции – это тоже возможный вариант. Отмечу, что наиболее активно это все используется в области коммунального коллекторства, то есть изыскания долгов ЖКХ, где должникам предлагают, что если вы погасите часть суммы задолженности, вы участвуете в лотерее, приз – это погашение задолженности, списание задолженности. Смотрите во второй части. Кто такие антиколлекторы? Это просто выкачивание денег. Зачем нужен закон о банкротстве физлиц? Данный закон не направлен на избавление ваших обязательств. И станут ли коллекторы финансовыми управляющими? Субтитры создавал DimaTorzok